Здравствуйте! Коронавирус. Вот уже в течение месяца многие предприятия работают по новым правилам. Какими будут последствия карантинных мер для бизнеса, еще неизвестно. Поэтому мы решили пригласить в нашу студию представителей градообразующего предприятия нашего Талдыкургана Кайнар АКБ. Давайте я представлю гостей. Бахат Кулькудеринова, финансовый директор Товарищества с ограниченной ответственностью Кайнар АКБ. Кайербек Нургалиев, врач поликлиники Кайнар. И, соответственно, вы следите за здоровьем всех сотрудников предприятия. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность задать вопрос нашим гостям по телефону 40 0109, код города 87282. Также на ваших экранах есть телефон WhatsApp Messenger, по которому тоже можете отправить свои вопросы письменно. Напоминаю, письменно, не голосовые звонки, а письменно можете отправить на WhatsApp Messenger. Мы здесь в студии их озвучим, наши гости ответят. Давайте начнем с того, с какими проблемами производственники столкнулись в нынешний период, в самый сложный для страны. Добрый день. В первую очередь хочется сказать, что, конечно, 2020 год наше предприятие уверенно начало. Был определенный портфель заказов, были настроены все на выполнение продукции. Январь месяц мы выпустили свыше 200 тысяч аккумуляторов. В феврале месяце, так как наше производство подвязано к экспорту, в частности, России, где идут рождественские каникулы, и в связи с тем, что у нас производство очень современное, модернизированное, у нас плановые идут предупредительные ремонты. До 17 февраля наше предприятие было остановлено как раз на плановый предупредительный ремонт. Проводилась смазка, подготовка оборудования к новому сезону, так как пик сезона у нас наступает в летом и осенью. Но в связи с объявлением в стране режима чрезвычайного положения, руководцам было принято решение, что пока временно все сотрудники, у кого есть трудовые отпуска, отгуляют. Мы будем готовиться к новому сезону уже с новыми силами по истечении данного периода. Коронавирус, пандемия захватила, конечно, не только наш город, наше предприятие, но оно существенно повлияло на экономику, на наши взаимосвязи с нашими партнерами. В частности, тут еще нужно отметить, что пошли колебания на валютном рынке, довольно-таки существенные. Это все сказалось на нашем предприятии. Были закрыты границы. Китай наш один из игроков, поставщиков оборудования, сырья. Поэтому нами были приняты меры по поиску новых источников того же аналогичного сырья. Те работники, у которых не было трудового отпуска, руководство предприятия, так как мы не относимся к малому и среднему бизнесу, приняло решение поддержать в эту тяжелую минуту. Всем были выплачены пособия в минимальном размере. Плюс дополнительно по сниженным ценам выдавались продукты, в частности, мука и мясо. В связи с пандемией, конечно, спрос на нашу продукцию упал, потому что партнеры начали жаловаться, делать акцент, что у них тоже спрос уменьшается, потому что в первую очередь покупаются продукты первой необходимости. Немножко задержался возврат задолженности и был заморожен наш капитал. Поэтому в связи с закрытием периода первого предварительного, 13 апреля, предприятие заработало в полную мощность. Но тут следует отметить, что это произошло благодаря усилиям Акимата города, Акимата области. Поэтому сегодня с соблюдением строгих санитарно-педемиологических норм работники вышли на работу. Думаю, об этих мерах расскажут. Как защитные меры, какие проводятся? У вас почти около двух тысяч работников на заводе. Всех их защитить не так просто. Есть телефонный звонок, давайте ответим телезрителю, потом продолжим. Мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Алло, какова численность компании на данный момент работы с КИС? Спасибо большое. Численность? Свыше 1110 человек. И все они на сегодня работают? В период, когда состояло предприятие, у нас работали все службы жизнеобеспечения. Это водоснабжение, охрана, промоэлектронщики, потому что электрики дежурные. Потому что все время оставлять такое большое предприятие без присмотра нельзя было. Ну а сейчас полную мощность работают? Да, сегодня запущены все цеха, да, полностью. Ну вот здесь вопрос, вот как их всех защитить? Их же надо, общественные транспорты не работают, они должны приехать, они должны уехать, при этом они находятся в цеху. Но это не так просто их всех защитить. Какие меры предприятия? Мне хотелось бы сказать, сейчас работа медицинской службы нашего предприятия направлена на создание безопасности для работающих на нашем предприятии. Как эта безопасность достигается? В начальный период мы вот 13-го открылись, пустили объекты, рабочий объект. До этого мы обеспечили, наша организация сама обеспечила средствами обработки защиты. То есть это начиная с масок, респираторы, дезсредства, средства обработки рук, аппараты для измерения температуры. Вот такое все оборудование мы подготовили до открытия уже. Затем уже организационный вопрос пошел в чем? Чтобы не допустить, допустим, на работу, ну, условно пораженных, так скажем, или заболевших. Это каким путем это ведется? У нас три бригады, три смены. Как перед заступлением каждой смены. Вот как вы видите на снимках, два человека у нас пропускают, меряем температуру, опрашиваем жалобы, обрабатываем руки. И так каждая смена. Если, допустим, температура проявляется 37 и выше, мы сразу осматриваем этого пациента, ну, так скажем, работника. Если есть необходимость, то есть если мы находим клинические какие-то проявления, это высокую температуру, 38-39, кашель, жар, обязательно выясняем эпитономность. Допустим, этот человек буквально в течение двух недель с Алматы приели, где у нас очаги, там, с Астаны, или, например, за рубежом был до этого. Значит, если есть какие-то наши подозрения, то у нас есть комната для изоляции, и с этого мы потом уже скорую на себя вызываем решать вопрос. А такие случаи были? Вот я и хотел сказать, слава богу, за этот период у нас такого случая не было. Температура еще были 37,3, 37,4, которых мы выявляли, там же осматривали, пишем состояние, уже к работе не допускаем, направляем, да, дообследуем по месту жительства. В дальнейшем они или проходят курс лечения по месту жительства амбулаторно-стационарно, на больничной или по справке. К нам они допускаются только с заключением участкового терапевта, где они прикоплены по месту жительства. У нас специально мы завели журналы регистрации данных, у кто выявлены температуры, и затем мы уже туда заключение все собираем и, ну, ведем мониторинг практически. Ну и далее основное на что? Здесь не то, что там медицинскую полицию, а здесь сандизрежим у себя. Мы делаем больше упор на сандизрежим. Касательно те объекты, которые у нас условно важны при данной ситуации, это проходная, где мы вот смотрим температуру, меряем общее состояние, объекты питания, где мы тоже определили, все отработали, вплоть до обработки рук, мытью рук. Фельдшер стоит, проверяет перед каждым приемом пищи, обеспечение приема пищи, чтобы не было скученности, чтобы не было очередей, вот это тоже у нас отработано. Затем условия, это прачечные, обрабатываем раздевалки, душевые, значит, усилили сандизрежимом душевых. Мы практически после каждого окончания смены, после помывки фельдшер контролирует, делаем текущую дезинфекцию сперва. Для этой цели мы, вот вы видели, обеспечили, закупили мы наплечные аппараты для дезинфекции объектов, в том числе и цехов, и объектов, таких как душевые, раздевалки, проходные. Обрабатывается, это все под контролем, все это регистрируется, какое время... Давайте здесь вот актуальный вопрос задает телезритель, давайте я озвучу. Там, где я работаю, он не пишет, где он работает, там, где я работаю, нас заставляют покупать маски самим. Вот как у вас, ну это может быть, к вам может не относиться, просто он анонимно написал. Телезритель может написать анонимно, но как у вас всех обеспечить, вот этих, всех сотрудников, более тысячи человек, например, не так просто. Всем необходимым защитными средствами. Нет, это не то, что не очень, это очень просто, если хорошо работать, задуматься. Мы вначале, когда у нас перед открытием завода было совещание, мы тогда, у нас тоже девиз был, экономить на этих масках, на 10 средствах, это не то время. Поэтому у нас максимально достаточно обеспечены все масками. Вот такие маски, как вот у вас, вот как у меня, этими масками мы обеспечили, которые стоят на проходной, охрана обеспечена, столовая, ну питательный режим, где прием пищи идет, работники, пекарня. Ну вот, а в цехах у них респираторы, это заводские респираторы. А то, что когда они уже, мы же как режим масочный по всей республике, когда они подходят на работу, ну там тоже проблема, если человек пришел без маски, ну естественно, там начальники цехов, все это обеспечиваем. Но с теми масками, которые они приходят из дома, каждый сейчас имеет маску, каким путем, кто-то покупает, кто-то где-то берет. Эти маски у них индивидуальные, а на работе масками мы 100% никто не покупает, обеспечиваем полностью масками. Давайте о бизнесе самом поговорим. Как теперь будете, вот вы недавно только начали, ну возобновили работу, теперь как будете адаптироваться под новые реалии сегодняшнего времени? Поскольку вы будете производить, вот очень хорошие аккумуляторы, например, производите, которые пользуются спросом за рубежом, как их будете теперь отправлять? Ну, данный вопрос решается в том плане, что несмотря на то, что наши партнеры находятся в других странах, основная часть экспортная, здесь нам помогает то, что у нас производственный цикл больше 20 дней, поэтому запуск начался с учетом того, что к этому времени режим ЧП будет предотвращен. И на вывоз продукции как таковой сама пандемия не сыграла роли, товары, тем более к транспортным средствам, это как запчасти идет все-таки, они разрешаются к допуску. Просто у нас, благодаря тому, что мы подошли к этому тщательно, у нас были свои запасы сырья и материалов, а сегодня мы немножко тоже попросили господдержку в том плане, что из-за того, что у нас задержка идет возврата задолженности, наш партнер, филиал Сбербанка России дал отсрочку по основному долгу, потому что мы все-таки на этот период должны людям зарплату будем выплачивать и в то же время платить проценты. Остальные все обязательства мы стараемся выполнять. Конечно, будет корректировка до конца года, мы уже произвели небольшие изменения, не все так будет, конечно, радужно, как бы хотелось, но в целом предприятие будет работать дальше уже в полноценном цикле. Какие-нибудь новые линии запускаться будут в этом году? Это вот тоже вопрос телезрителя. Да, у нас, согласно кредитных линий, у нас должен был запуск новой линии, там итальянская бригада, как раз в связи с тем, что в Италии очень сильно этот вирус распространился, наладчики не смогли приехать. И точно так же с австрийской. Но частично мы одну часть запустили линии, видеоконференц-связь, а вторая немножко у нас задерживается по окончании. Но, в принципе, с учетом того, что сегодня у нас немножко планы изменились на имеющихся мощностях, мы нормально можем работать. Вот спрашивает телезритель, говорит, есть среди сотрудников люди пенсионного возраста? Если есть, как они защищены? Есть предприятия, до этого к нам приходили в студию, вот они отправили в отпуск. У нас в организации есть штатный профпатолог. Все работающие, у кого есть хронический заболевание, сахарная биота, артериальная гипертония, они все на учете у профпатолога. Но на сегодняшний день таких реальных, чтобы, допустим, они шли в отпуск или там без содержания, таких нет. Они работают на своих местах, но ведется контроль за их состоянием. Но они работают на своих местах. Такого решения еще не принимали. Мы, чтобы там отправлять их именно по возрасту, там, в отпуск без содержания или не допускать. Такого нет у нас. Ну, просто те люди, которые входят в группу риска. Вот именно, я и говорю. Которые имеют хронические заболевания возрастные, вот, но они работают. Мы не принимали такого решения. Они на рабочих местах. Они под контролем профпатолога. Добавить, что благодаря слаженной работе с Акиматом, кстати, у города, области, часть сотрудников у нас ездят с поселка Карабулак. И здесь по городу было организовано взаимодействие по допуску. Потому что все-таки у нас очень дорогостоящие оборудования, очень точно специалисты высокого класса все. Поэтому спасибо, да. Обученные со стороны уже и невозможно. Да, сейчас обучать времени как бы и нет. И тем более, мы прием сейчас не ведем. Именно наш персонал, который работал, все сотрудники на рабочих местах. Как с доставкой сотрудников на работу и обратно? Да, да. У нас свой автотранспортный цех есть. Еще дополнительно мы из городских автопарков привлекаем три автобуса. Развозка осуществляется по всем пунктам по городу, места сбора. И они доставляются утром и вечером. Ну, вообще по сменам. У нас же круглосуточные участки. Да. У нас отдельно из Кельдинского района есть выезд. Автобус из Кельдинского района увозит людей и увозит с работы. А эти автобусы ваши, они как-то обрабатываются, защищаются? Конечно, обязательно. Автобусы все обрабатываются. Здесь возникает вопрос, какими средствами? Например, где закупаются, что за средства? Значит, все средства хлоросодержащие. Для обработки техники, для обработки территории, для обработки цехов хлоросодержащие препараты. Мы их закупили в достаточном количестве, в объеме 200-литровых бочек они. И есть таблетированные хлоросодержащие препараты. Это на мелких объектах растворяем. Там схема есть, две таблетки растворяются на 10-литровой воде. Как вы видели, мы заливаем ее надплечные аппараты. И идет обработка всех этих помещений. Все препараты хлоросодержащие. А есть люди, которые работают удаленно? Или на вашем предприятии такое невозможно? Есть. У нас, в частности, уже два филиала есть. Поэтому с ними контакты до разрешения, когда послабление было сделано в Нур-Султане и Алматы. Два филиала. Мы с ними работали удаленно. Часть бухгалтеров у нас работала удаленно. В основной пик. Ну, вот как вы думаете, вот сегодняшнее карантинное состояние в будущем повлияет на развитие предприятия вашего? Ну, конечно, бесследно не может ничего пройти. Но мы, думаю, справимся. Мы сейчас, говорю же, подкорректировали свои планы. Мы при этом строим новые. Если вы слышали, недавно под председательством премьер-министра Мамина было совещание и разрабатывается программа по ускоренному росту экспорта. Именно в услуг и товаров. И в число вот этих приоритетных товаров вошли в зодосли машиностроения как раз наши аккумуляторы и трансформаторы. Поэтому планы у нас хорошие. Но при этом, конечно, нарушение вот этой цепочки нас заставило по-другому посмотреть и на формы доставки, и на партнеров, и также на поставку сырья, источники сырья. По максимуму мы пытаемся найти альтернативу тем, что вот из дальнего зарубежья, в частности, из Китая. Сколько стран вы на экспорт отправляете продукцию? Ну, основной экспортер у нас, конечно, Россия, больше 40%, но все страны ближнего зарубежья, такие как Грузия, Армения, Азербайджан, Средний Азия, Таджикистан, Киргизия, все страны. Затем у нас в этом году была опытная партия, ну, в 2019 году отгрузка в Италию состоялась. Ну, планы у нас есть, открываем, мы сейчас филиал в Объединенных Арабских Эмиратах, в Европе, это через Польшу у нас поставка была. И в 2019 году у нас были поставки, в 2019 году не было, в 2018 году на Китай, вот сейчас отрабатываем, потому что там очень закрытый рынок. Если меры нам помогут снять защитные со стороны китайской стороны на уровне правительства, то это хороший для нас рынок. Ну, какие-то переговоры наверняка ведутся. Да, постоянно, сейчас работа идет. Скажите, пожалуйста, вот среди ваших сотрудников были те, которые вот как узнали, что коронавирус по всей стране, что они отказывались работать? Были такие желающие, сказали, пока не пройдет время, я не выйду на работу? Ну, знаете, дело в том, что практически такого случая, вот такого не было. Наоборот, есть энтузиазм работать. Вот потому что, вы же знаете, как сейчас время тяжелое, семьи у всех, кредиты и прочее. Ну, чисто это социальная проблема. Да, и сидеть дома все время. Да, и сидеть дома. Все это, как вот я как-то вычитал, дорожные транспортные происшествия снизились там, другие хулиганства снизились, а повысилось. Бытовые. Бытовые преступления. Ну, вот, типа вот такого. Но, видите, в этом отношении, я скажу, что у нас нет таких настроев, настроений. Все хотят работать. Кайнаровцы, по-моему, хотят работать. Очень любят свой коллектив. У нас действительно хорошая команда, очень много молодежи. Есть и преемственность поколений, поэтому уходить с Кайнара, тем более, куда уходить? Или из-за того, что только болезнь, наоборот, по-моему, решили вместе все это преодолеть. Хороший вопрос поступил от телезрителей. Говорят, почему кайнаровские аккумуляторы пользуются плохим спросом у нас в Казахстане? С чего он взял? Правда, он статистику не дал. Я бы такое не сказал. Вот такой вопрос интересный отправил. Но вы, наверное, какой-то мониторинг ведете, например, в той стране, к примеру, в Италии, например, продажа 50% и так далее? Нет, дело в том, что мы порядка 900 тысяч аккумуляторов при емкости рынка 1,2-1,3 в Казахстане в этом году поставили. Это говорит о том, что, возможно, еще и есть реэкспорт, но в любом случае наш казахстанский рынок сейчас оценил нашу продукцию, потому что действительно очень надежная. На сайте в правительствах даже переписываются, есть же вот Союз машиностроителей, есть с Каза Индастрима очень много мер государственной поддержки, и там вот есть такие специальные сайты, группы. Они всегда интересуются, есть ли возможность где-то во время как раз пандемии было в Астане получить. Ну, там сейчас закончится, но в принципе отзывы сейчас неплохие, тем более вы знаете, что оборудование у нас все новое, поэтому это уже, наверное, предвзятое старое отношение. А так, кайнаровские аккумуляторы сейчас на хорошем счету. Мы поставляем порядка 60-80% в казахстанский, закрываем рынок, поэтому все остальное мы отправляем на экспорт, потому что выпускаем больше 2 миллионов аккумуляторов в год. Еще один вопрос, до конца программы мало осталось, но вкратце можете ответить. Наши аккумуляторы в России продают под маркой «Сделано в России». Такое было, не проверялось? Ну, это надо уточнить, просто возможно кто-то, но в принципе нет, мы обязательно все дела, свои логотипы, все параметры обязательно сохраняем, отправляем продукцию. Мы же отправляем с сертификатом. Поэтому там изменить. Ну, наверняка на аккумуляторах написано «Сделано в Казахстане». Спасибо вам большое, что нашли время и ответили на наши вопросы, на вопросы наших телезрителей. Мы вас благодарим, желаем удачи вот именно в сегодняшнем тяжелом положении. Не остались, чтобы ваше предприятие процветало и в дальнейшем. Дорогие телезрители, программа подходит к концу. Мы встретимся с вами завтра в 16.00. До свидания. Дорогие телезрители, программа подходит к концу.